На библейский портал Экзегет поступил вопрос «Разве пост не насилие над личностью?» Ну, давайте зададимся другим вопросом. А кто осуществляет насилие над личностью? Вот кто меня заставляет поститься? Меня никто не заставляет поститься. Христианство не может быть вне свободы. Христианство именно учит свободе. Единственное, чем отличается от других, это в правильном использовании своей свободы. Вот воспитывая ребенка, не надо его, знаете, тоже там ограничивать во всем и вся запретами и так далее. Нет, важны не сколько запреты, а пример правильного поведения, то есть как правильно пользоваться вот этой своей свободой. Поэтому, говоря о посте, не может быть и речи никакой над личностью. Разве батюшка какой-то говорит «Вот постись, так и больше никак». Нет, ничего подобного. Работает все по-другому. Человек приходит, говорит, батюшка, вот вы знаете, я хочу попаститься. Вот можно мне вот то-то, то-то есть или не есть. Я вот там болею, у меня вот по здоровью не все в порядке и так далее. И вот батюшка вместе с тем человеком, который к нему обратился за советом, как поститься, обсуждают и с учетом различных обстоятельств, мнения врача, заболевания, духовного состояния обратившегося, батюшка может посоветовать. Вот это тебе лучше не надо. А вот это, ну, смотри по своему усмотрению. Батюшка не какой-то диктатор, который насильно кого-то чем-то составляет. Человек сам для себя вырабатывает, чтобы он хотел потренироваться, как потренироваться в воздержании, и просто советуется с батюшком. А батюшка с учетом своего опыта, с учетом того, что ему и Господь подскажет, уже даст свой совет. Но решение всегда за человеком. Он может советом воспользоваться, а может и не воспользоваться. Это его право. Христианство может быть существовать, и любовь. Любовь это... Христианство это о любви все. Только в свободе. И никакого насилия. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok